Всех приветствую на канале Outlook Live. Сегодня 15 апреля и я решила записать мое самое первое видео вопрос-ответ. У нас четвертая неделя самоизоляции. За последние несколько месяцев у меня появилось множество новых подписчиков и я собрала все вопросы, которые мне попадались с нового года. Так что я постараюсь на них ответить и буду признательна, если вы напишите новые вопросы для следующего моего такого же видео через какое-то время. Я вот решила прям под нашим окном сесть и записать это видео. Я думаю, что я представлюсь, потому что наверняка меня будут смотреть новые зрители и возможно новые подписчики. Итак, меня зовут Татьяна. Я мама трех мальчишек. Мы живем в Англии, недалеко от Лондона, рядом с городом Севен Окс. Это графство Кент. Живем вот в этом замке. Замок называется Чиддингстон. И первые вопросы я хочу посвятить этому месту. Я вопросы скомпоновала по темам. И вопрос первый Валерия Кугелева спрашивает. Татьяна, почему вы живете в замке? Алена Иванцова, простите, а вы одни в замке живете? И Зоя Путина, почему вы в замке живете? Вы короли и принцы? Отвечаю. Как мы попали сюда? Мы переехали в Англию пять лет назад. Это наш второй переезд. До этого мы жили в Лондоне примерно семь с половиной лет. То есть мои младшие дети родились там. Георгий родился в 2005 году, Лука родился в 2009. В 2011 году мы переехали в Россию по семейным обстоятельствам. Там было очень много всего наложено. То есть это не просто одно обстоятельство. Там было много всего и бизнес, и документальные проволочки, эмиграционный статус и так далее. Много много всяких причин, по которым я решила переехать в Россию. В России мы пробыли до 2015 года. И решение переехать обратно у нас было очень довольно таки скоропостижно, я бы сказала, потому что в России мы уже прижились. Георгий ходил в общеобразовательную школу, гимназию. Лукаша ходил в коррекционный сад. И через год, по идее, он должен был пойти в школу. Так вот, в 2015 году мы решаем быстро переехать. И так как система здесь в Англии такая. Есть государственные школы, есть частные школы. Частные школы, в принципе, гораздо проще у них идут принятие документов и так далее. В государственные школы, чтобы попасть в государственную школу ребенку, нужна прописка. Соответственно, нам нужно было где-то быть рядом с этой школой. И будучи в Москве, мы просто посмотрели в интернете, что можно здесь снять или... Ну, на тот момент нам надо было это быстро сделать. Соответственно, вот выплыла эта квартира в замке. И мы, не глядя, подписали контракт. То есть мы подписали контракт в апреле, а приехали сюда в июне, когда Георгий закончил среднюю школу в России. Я сейчас поставлю две ссылочки. Вы посмотрите там один ролик, я снимала рум-тур по нашей квартире. И второй ролик, обзор нашей деревни. И, кстати говоря, вот это будет, наверное, интересный канал УДЦП, который мне написал, знаете, давно хотела написать. Привет, кстати. Если есть желание, можете разбавить контент фактами и интересными о месте, где вы проживаете. Факты, мифы, различия. Я была бы рада такому контенту. Так вот, в одном из роликов я как раз рассказывала о привидении, которое якобы видели в этом замке. Сразу скажу, сбегая вперед, привидение мы пока не встречали. Но рассказ о нем я уже сделала. Следующий вопрос очень интересный. Этот вопрос встречался гораздо раньше. Ну вот, за последние три месяца в нескольких роликах был такой вопрос. Вот я выписала один, спрашивала у меня любовь. Татьяна, а можете рассказать, почему вы так называли сыновей. Имена не распространенные. Лучше, наверное, в каком-то видео. Вряд ли получится коротко. Расскажу. У меня три сына. Макс, Максим, ему 24 года. Георгий 14 лет. И Лукаше будет 11 лет в конце месяца. Выбор имен был всегда на мне. И я исходила из того принципа, что имя должно быть созвучно на любом языке. То есть я, несмотря на то, что мне нравятся такие вот необычные имена, но я считала, что имена должны звучать на другом языке примерно так же, как и на нашем. То есть, поясню. Например, мне очень нравятся там старорусские имена или просто чисто русские имена. Например, имя Арсений. Имя красивое. Но вот почему-то англичане его не выговаривают. Хотя у них есть команда Арсенал. Но вот Арсений, они... Вот у них язык просто не поворачивается. Георгий, кстати говоря, у нас здесь он не Георгий. У нас он Джоджий. Ему это имя очень нравится, но учителя иногда путают. Его называют иногда Грегори или Джодж. Но он поправляет и говорит, что нет, я Джоджий. Почему назвала Луку Лукашей? Вы знаете, меня даже вот некоторые мои друзья спрашивали. Мама, кстати, отнеслась к этому выбору очень нормальной имени. Вот друзья так с непоняткой, как бы 10 лет назад на меня посмотрели. Но сейчас всем это имя нравится. Оно, кстати говоря, становится популярной. И, кстати, вот я могу сказать, что насчет имени Георгий я не считаю, что это имя такое необычное. Потому что, когда мы переехали в Россию, у нас в классе было целых аж 3 Георгия. То есть, если раньше были в классе Саши и Алеши, то в нашем классе оказались 3 Георгия, а все остальные были Даниил, Марк, Артур. Кто там у нас еще был? Артемий. Ну вот такие имена. То есть, Георгий это было самое простое имя в классе. А имя Лука, ну мне оно очень понравилось, потому что одного, это такое очень старинное имя, да, такое библейское имя. Одного из апостолов звали Лука. Здесь он, правда, Люка у нас. То есть, его все зовут Люка. Но Лука есть в каждом языке. То есть, меня во Франции, в Испании спрашивали, почему Лука? Потому что у нас тоже есть такое имя. Ну, оно по-разному везде трактуется. У кого Лука, у кого Лукас и так далее. И Лукашу зовут также по-разному. Лукаш на все имя отвлекается. И на Люку, и на Луку, и на Лукаса. Так что вот из этих точек зрения я как бы называла сыновей. Следующая серия вопросов, наверное, касается английского образования. Вот Алина Анисимова меня спрашивает. Здравствуйте, а госкружки и секции есть в Англии? Образование в школах бесплатное? Лука знает русский язык. Отвечаю. В Англии система образования такая. Есть частные школы, есть государственные школы. Дети идут в школу с четырех лет. Бесплатных кружков, как таковых, нет. Есть кружки при школах, которые могут быть бесплатные, но там иногда бывают такие волонтерские взносы. Как таковых, вот бесплатных кружков мне не попадалось. То есть всем, чем занимаются мои дети, это все платное. Есть такие как бы волонтерские кружки для детей с особенностями развития, для малышей. Они в основном это либо при библиотеках, либо при каких-то коррекционных центрах. Но такие все кружки, все, что касается музыки, искусства, спорта, это все платное. Насчет того, что знает ли Лука русский язык, и тут еще был вопрос от Маши Петровой. Луку и правда интересно слушать из-за вот этой смеси языков, а он сам понимает, что смешивает, или у него это неосознанно происходит. И как его в таком случае понимает в школе, просят повторить фразу на английском или как. Отвечаю. Лука говорит на двух языках, русский и английский. Но так как у него задержка психоречивого развития, то речь у него недоразвита, то есть она не в том объеме, в котором должна быть. Несмотря на то, что он понимает на двух языках, и да, он мешает иногда, потому что дома я поддерживаю русский язык, и я стараюсь с ним говорить по-русски. Несмотря на то, что мне когда-то говорили логопеды, переходите только на один язык, это портит и откладывает начало речи. Но я не послушалась, и все равно я продолжала говорить по-русски дома. Английского среды у нас достаточно, так что я вела свою политику. И сейчас логопеды мне говорят, что в принципе вы правильно все делали, потому что если у ребенка есть понимание речи, есть понимание языка, то он рано или поздно заговорит. Пускай на двух языках, да, сейчас не секрет, что в каждой семье есть и билинговые, и есть люди, которые говорят на трех языках, то есть родители один на одном языке, другой на другом, а живут они в третьей стране. Сейчас мир стал такой мобильный, поэтому этим ничем никого не удивишь. Насчет языков, да, я придерживаюсь того, что какой бы был ребенок, особый, не особый, почему мы должны его ограничивать чем-то. Да, он у нас двуязычный парень, а в школе, конечно, когда мы приехали сюда, у нас первое время очень было тяжело, потому что Лука не говорил по-английски за все то время, которое мы провели в России. Я не поддерживала в таком ключе английский язык, просто невозможно было его поддержать, потому что среда везде была русскоговорящая, мультики, коррекционные занятия, общение с родственниками, друзьями и так далее, садик, все это было на русском языке, поэтому английского было минимум. И к тому моменту, когда мы приехали сюда в шесть лет, он по-английски практически не говорил. В школе он переключается сразу на английский язык, и у него нет такой смеси языков, как вы иногда слышите в его попытках записать видео. Еще один вопрос, он относится, наверное, больше к Георгию. На каком инструменте играет Георгий, и вопрос был еще, как часто он играет, в каком оркестре, заставляя его заниматься музыкой, и как это все происходит. Георгий у нас играет на скрипке. Я сейчас вставлю в напоминание несколько видео, которые я снимала. У нас система музыкального образования немножко отличается от системы российской или наших стран постсоветского пространства. Здесь нет музыкальных школ. Здесь музыка преподается 30 минут с преподавателем, и она фактически умещается в школьные часы. То есть преподаватель просто выкраивает какие-то моменты, либо он отнимает от переменки время, либо от урока от какого-то, и преподает инструмент. В оркестр Георгий ходит, он занимается в школьном оркестре. В этом году они должны были поехать в Прагу. Очень готовились, репетировали. К сожалению, в связи с последними событиями все поездки отменяются, никто никуда не едет. И я смотрю, это очень сильно повлияло на его энтузиазм, дальше заниматься скрипкой. То есть, по крайней мере, четыре недели на карантине я его два раза заставила достать инструмент. Что-то он там попеликал, и все. Надеюсь, я ответила на ваш вопрос. Еще один вопрос. Семья Чеснокова. Александра Гаврилкина спрашивает, Лука левша? Да, Лука левша. Мы это поняли, наверное, после трех лет, потому что у Луки была всегда очень слабая мелкая моторика, и он руками пользовался очень плохо. И вот где-то с трех лет, наверное, стало понятнее, что он левша. За последнее время были еще несколько вопросов, такие более специфические. Это по питанию. Маду Байсаева спрашивала Лука на частичной безглютеново-бисказииновой диете. И Юлия Циркасина спрашивала, Татьяна, а протокол Немечка вы пробовали? Сразу скажу, что на диете мы ни на какой никогда не сидели. Я тоже снимала видео по этому вопросу. Сейчас вот я хочу поставить ссылочку. Видео я снимала давно. Объясняла, в принципе, почему. Потому что у нас не было никогда показаний. Я считаю, что безглютеново-бисказииновые диеты вводятся только с показаниями. То есть, если какие-то есть нарушения в желудочно-кишечном тракте или аллергии и так далее и тому подобное. У нас этого не было. Поэтому самой вводить какие-то диеты и держать ребенка на таких вот экспериментах я, честно говоря, не считаю, что это целесообразно. Потому что с каждым годом выдумывается новая диета. Я не сторонница практиковать это на своих детях. И потом, если ребенок ходит в общеобразовательную школу, как вообще уследить, что он там может съесть. Если уж сидеть на диете, то сидеть. У нас нет показаний таких. Я стараюсь не экспериментировать в этом плане. Потому что если бы, наверное, были какие-то серьезные причины задуматься о диете, я бы, наверное, задумалась. И последний вопрос. Последний вопрос очень такой специфический. Алина Данилова написала, лука ест все или имеет какие-то предпочтения в еде? Честно говоря, по этому вопросу я хотела снимать отдельное видео. Потому что у нас с этим были жуткие проблемы. Я не скажу, что лука ест все. Как и многие дети, у луки сейчас есть любимое блюдо, нелюбимое блюдо. Есть те продукты, которые он ест. Но примерно до 6-7 лет у нас были проблематичные блюда со смешанными ингредиентами. Например, салат какой-нибудь или плов. Или даже тот же суп, в котором плавают несколько видов овощей и какое-нибудь мясо. Для луки то, что было непонятно, то, что он не мог это все выносить, для него сразу было нет и все. Сейчас он научился контролировать свои эмоции. Сейчас он пробует. Во-первых, если он что-то видит, что ему не нравится, он просто это откладывает сбоку на тарелку и дальше ест то, что он ест. То есть, конечно, мы очень долго к этому шли. Для меня всегда было таким пунктиком, чтобы ребенок сидел за общим столом. Я надеюсь, что мы добились, потому что у нас были разные всякие моменты. В ресторанах были такие казусы. И долго мы не могли ходить никуда, потому что он либо закатывал истерику, либо ничего не ел, либо там плохо себя вел. Ну, были там разные моменты. И потом ходить со своей едой тоже и ребенка держать на одних продуктах тоже было тяжело. В общем-то, каким-то чудом, я бы не сказала, что это чудо, это полномерная работа. То есть, я постоянно ему подкладывала какие-то новые продукты. Пускай сначала он на них посмотрел, потом их потрогал, потом их лизнул. И вот как-то вот так вот у нас все наладилось. Со школой я тоже бодалась, потому что школа у нас очень маленькая. И я скажу почему. У нас в школе не предусмотрено питание для всех детей. Школа маленькая, и холл, в котором они обедают, он не предусмотрен для количества детей, которые в школе. И обед распределяется по такому принципу. Дают, значит, места шестому классу, это самый последний класс. И дальше идут дети пятый класс, четвертый и так далее. Не все дети берут горячие обеды, многие приносят свои пак-ланчи. Это в основном либо сэндвичи, либо холодная паста. Но я в этом плане всегда была категорична, потому что я считала, что если я посажу ребенка на обед из холодных сэндвичей, то он так и будет. Это есть всю жизнь. Поэтому мы пробовали, его хотели выкидывать с ланча, потому что он очень плохо ел, ничего не ел. Выбирал там одну морковку какую-нибудь или еще что-нибудь. Ну, ужасно было. И его хотели вычеркнуть из этого списка. Я подошла к нашей директрисе и сказала, что если вы хотите нам помочь, ребенок с аутистичным спектром, у нее самой двое таких детей. Вы же прекрасно знаете, что мы не можем вот сейчас бросить и перевести его на паек такой сухой. Давайте попробуем. И мы попробовали, у нас это получилось. То есть сейчас он ест все практически. То, что в школе дают 100% все. То, что я дома делаю. Я, конечно, моя готовка, она во многом заточена под вкусы и пристрастия детей. В том числе и Лукашины пристрастия и вкусы учитываются. Поэтому это очень был длительный процесс. Сейчас мы практически пришли к всеедению. На этом у меня все вопросы закончились. Если вдруг чей-то вопрос я не смогла ответить, пожалуйста, пишите мне. Я обязательно наберу список вопросов для следующего видео. И также напишите мне, что бы вы хотели еще спросить. Я надеюсь, это видео вам понравилось. Если нравится такой формат, я буду периодически снимать такие видео. Не так часто, может быть раз в полгода, как набираются вопросы, я буду отвечать. А на этом я с вами прощаюсь. Держитесь в самоизоляции бодро и хорошо. Все это скоро закончится. Всем пока и до новых встреч.